Вы заставляли только что... Преступления России по отношению к трудовым мигрантам из Центральной Азии продолжаются. Об этом сообщил таджикский общественный деятель Каримжон Йоров у себя на странице в социальной сети Facebook. Йоров рассказал, что 23 ноября ему позвонил гражданин Узбекистана и сообщил о массовых задержаниях выходцев из Центральной Азии, несмотря на то, что у них имеются все разрешительные документы на пребывание и на работу на территории России. Также общественный деятель сообщил, что ему стало известно о задержании более 100 граждан Узбекистана и Таджикистана, которые были задержаны и доставлены в ОВД по району Миттина. «Наши граждане вторые сутки без еды, их не выпускают в туалет, ходили только в суде. Одну нашу гражданку забрали в больницу. Остальных бьют и держат в разных отделениях. Больше 100 человек из Таджикистана и Узбекистана. 22 человека только в одном отделе», — написал Каримжон Йоров у себя на странице. Причем, как сообщил один из задержанных, граждан Кыргызстана отпускали без проверки, а узбеков и таджиков держали, также без какой-либо проверки. Эксперты отмечают, что Россия традиционно использует фактор трудовых мигрантов в своих политических играх со странами Центральной Азии. И тот факт, что давление оказывается именно на граждан Узбекистана и Таджикистана, ясно демонстрирует мотивы всех этих операций, желание добиться от данных стран большей лояльности к России и стимулирования интеграционных процессов на постсоветском пространстве.